РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к евреям. Глава 6, стихи с 9 по 12. Давайте послушаем. Надеемся о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Имени Бога, а также имени человека в Священном Писании придается большое значение. Это не случайно. Считалось, что имя открывает тайну природы того предмета, который им назывался. Поэтому Господь в раю повелевает Адаму дать имена животным. Это знак того, что первый человек знал сущность каждого живого существа, которое его окружало. Но не только это. Знание имени означает и предельно доверительное отношение. Поэтому Господь и открывает на Синае свое имя Моисею, а через него и всему еврейскому народу. Так Господь дает людям познать себя, устанавливает с ними особую личную связь, демонстрирует им свое бескорыстие и доверие, дарит им самого себя и свою любовь. Также в Священном Писании мы находим множество мест, когда делается акцент, что Бог знает имена своих праведников. Вот что читаем в книге Исход. И сказал Господь Бог Моисею, я знаю тебя по имени. Царю Киру, который сыграл важную роль в судьбе еврейского народа, он также говорит, я Господь, называющий тебя по имени. Не случайно поэтому в Библии такое значение отводится родословным. Целые страницы посвящены перечислению имен. Все это доказательство того, что для Творца человек не вещь, а человечество не абстрактная масса. Для него каждый из нас в первую очередь личность. Тот отрывок, который мы только что услышали, следует понимать именно в этом контексте. Только что апостол Павел сделал строгий выговор своим слушателям. Они духовно расслабились, начали впадать в различные искушения и совершать серьезные проступки. Но делает он его не в тоне равнодушного начальника-администратора, без личной карательной инстанции. Он каждого знает по имени. Подобно Спасителю, он переживает за конкретных мужчин и женщин, из которых состоит христианская община. Поэтому и обращается он к своим слушателям со словами «возлюбленные». Для него они не толпа, не масса верующих. Это отдельные люди, которые имеют свои имена, свою судьбу, свою ситуацию, а потому все достойны участия, ласки и заботы. Все это демонстрирует нам важный принцип церковной жизни. Церковь – это не одна из государственных или социальных институций. Это в первую очередь семья, где отец имеет право наказывать своего ребенка лишь в том случае, если он знает его по имени. То есть, если горячо любит его и реально обеспокоен его судьбой. Без этого знания и любви наши замечания, упреки, попытки исправить человека, научить его уму-разуму, неизбежно будут граничить с тем, что в современной психологии называют абьюз. Не обязательно физический, но однозначно моральный, о чем может свидетельствовать история многих несчастных, которые пришли в церковь в поисках утешения, тепла и заботы, а встретились с равнодушной и безликой системой разного рода запретов, предписаний и ограничений, за нарушение которых полагается наказание. Чтобы избежать этого, постараемся помнить имена друг друга, ведь лишь в этом случае Господь будет знать имя каждого из нас. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok